И так, наконец-то пришла ручка Лами из Китая, явная копия. Теперь мы можем сравнить настоящую ручку Лами с ручкой Лами китайской. И чем же они отличаются? Ну, во-первых, поскольку я знаю, сразу скажу, что это немецкая ручка, это ручка китайская. Значит, с этой ручкой, с этой коробочкой в посылке лежали. Коробочка такая. Вот она, такая вот красивая. Для чего, не знаю. Тут нарисовано, как заправлять и что с ней делать. Далее, в этой же посылке и лежал чехольчик. Стандартный чехольчик для китайских ручек. Вот он. Поэтому, как бы, полноту посылки китайской, в общем, нужно оценить, сказать спасибо продавцу. Да, помимо всего прочего, что лежит в коробочке, например, китайской ручки. Открываем коробочку и достаем ручку, которая упакована в целлофановый пакет для начала и потом в такой вот бумажный пакет. Немецкая ручка просто лежит в этой коробочке, пристегнутая вот к такому, как вы знаете, уже картонному основанию. Ну да ладно, пока ее в стороночку. Теперь, что еще есть? В этой же коробочке присутствует перо. Ну, я поменял перо. А здесь лежит перо, вернее, одето было на ручке, надето было перо F. Для того, чтобы сравнение было у нас полное, я такую же... Второе перо лежало EF, собственно, которое стоит и на немецкой ручке. Я поставил, чтобы были одинаковые перья. Вот. Комплектация мощная. Не можете не согласиться. Все то же самое. Также вставлена картоночка. Также написано LAMI. Для того, чтобы у вас создавалось впечатление о том, что ручки LAMI есть, будет ссылочка внизу. Видео на полный обзор ручки LAMI немецкой. Поэтому все, мы даем сравнение. Практически неотличимое. Практически неотличимое. То же самое перо. Но здесь присутствует конвертер. Вот. Теперь пройдемся, значит, по отличиям и по сходствам. Значит, с коробочкой мы разобрались. Коробочку откладываем. Практически... Да, можно сравнить коробочку. Так же самое написано, сделано в Германии. Сделано в Германии. Но у китайской ручки нет вот этого российского. Бэйджика. И у китайской ручки нет вот этого нанесения на крышку. Вот это вот. Где можно пообщаться. В фейсбуке, адреса, ВКонтакте, LAMI. Понятно. С коробочками ясно. Откладываем. Достаем просто сейчас немецкую ручку. И потом все это отложим. Так. Немецкая ручка выходи строиться. Итак. Ну что. Перепутаю вам ручки. Кручу, вершу обмануть хочу. Итак. Какая ручка? Китайская. Какая немецкая? Можете сказать? А я вам скажу. Вот эта ручка китайская. А вот эта ручка немецкая. И чем они отличаются? Значит. Ну пойдем по порядку. Конечно пришлось немножко полазить. Поискать ответы. Скажем так. Сначала технические характеристики. Вес китайской ручки. Чуть тяжелее, чем вес немецкой ручки. Немецкая ручка весит 14,9 грамм. Китайская 15,2 грамма. Ну тут видимо еще погрешности весов влияют. Длина абсолютно одинаковая. Объемы абсолютно одинаковые. Что же у нас идет по отличиям? Как мы можем отличить китайскую копию от немецкого оригинала? Во-первых. На колпачке. Вы видите присутствует такой крест. Оригинальный крест как бы указывает на, скажем, на скобку. Да? На скрепку. Вот его кончики направлены на скрепку. В китайском же варианте могут быть совершенно различные указания. То есть вот он стоит просто перпендикулярно. Плоскости, скажем, стрелки. По перьям немецкое перо сделано более, скажем, гладко, что ли, чем китайское. На китайском более четко написано EF, LAMI. На немецком практически не видно надписи. Соответственно, является отличием то, что немецкая ручка поставляется с картриджем запасным и без всяких вот этих вот конверторов. Но еще отличается и по кольцам. Оказывается, на настоящей немецкой LAMI смотрите, чем отличаются кольца. Вот родное кольцо. На ней, видите, надписи все не порезанные и нормальные. А вот кольцо китайское. Видите? Дальше качество самого кольца. Вот это немецкое, вот это китайское. Кольца откладываем. Значит, у немецкой ручки на колпачке вот здесь надпись. Я, правда, так и не нашел, что она означает. Но, по крайней мере, здесь я увидел EF, толщину пера, вернее, мягкость пера. У китайской такого на колпачке нету. Они даже по цветам, ну, не знаю, камера покажет, не покажет, они отличаются по цветам. У нее вот эта штучка наклеена на колпачок со скрепкой. Если у немецкой прямо на корпусе это нанесено, то у китайской колпачок на колпачке. И вот что здесь написано, ну, не знаю, кто, может быть, знает, может быть, нам поможет. И мы тогда будем знать, что тут написано по-настоящему. Ну что, остается, значит, я вам практически все рассказал. Да, и, как говорят специалисты, наличие вот дополнительных аксессуаров, это является свидетельством того, что это у вас подделка. Настоящая немецкая ручка LAMI приходит вот в таком составе. То есть, соответственно, картонное колечко, запасной картридж. Все вот эти вот окошечки, они точно при закрутке основного, значит, тела ручки, они точно попадают вот прямо в окошечко, и мы можем видеть наполненность, ну, контроль для, есть ли чернила, нет чернила. У китайской ручки все немного по-другому. Если мы начинаем закручивать, то, видите, не попадают, окошечки не совпадают. Ну ладно, не будем, скажем, сильно издеваться над нашими друзьями. Давайте посмотрим, как они пишут. Я заправлю, чтобы не пачкать перья, я заправлю прямо конвертер чернилами, и мы тогда посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, сначала наши китайские копии. Вставляем. Вот так, скажем. Пока в сторонку. Пишем. Итак. Сначала. Так, как бы мне поудобнее это взяться. Так, сейчас. Сначала. 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 Продолжение следует... Так, это у нас китайская ручка. Теперь меняем конвертер и ставим его на немецкую ручку. Так. Это у нас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что мне сказать вам, ребятки Конечно, отличия есть Отличия есть В чем она заключается? Во-первых, китайская ручка Китайская ручка пишет Даже перо у нее жестче Несмотря на то, что это EF Но перо жестче По написанию слышали, как она Шуршит этим пером Немецкая все-таки пишет Намного мягче, намного приятнее И, ну не знаю Как бы сравнение Чувствуется, что это Отличается ручка От Китайской копии Конечно, надо Хорошо покупать ручки Скажем так, фирменные Которые не копии Которые Действительно обладают качеством Ну, я вам скажу, что Качество, собственно Изготовления ручки Lami Китайской Оно Практически не уступает Я не знаю Просто качество пластика Не могу оценить Потому что, ну Как бы я это сделал Да? Но само изготовление Самой ручки Ну В общем Каких-то вопросов Не вызывает Другой факт Что они Наверное Не могут сделать Качественное перо Не могут точно вычислить Там вот эти вот обороты Не могут Повторить Вот эти Кольца Ну, я думаю Что они их делают Для того, чтобы Если кому-то хочется Просто Показаться Она, конечно, стоит По сравнению С этой ручкой Там раза В три дешевле Сейчас я точно Сколько скажу Ну да Она стоит 600 рублей Вот эта ручка китайская Стоит 600 рублей А ручка немецкая Стоит 2000 Вот и смотрите Есть ли Разница Итак В данном соревновании Побеждает немецкая ручка Лами Китайская ручка Проигрывает По качеству Письма Но не по комплектации И не по подаркам Которые нам организовал Продавец И в этом надо отдать Ему должное И сказать им Огромное спасибо Ссылки на обзор Лами Под Видео Ссылки на магазин Китайский Лами Тоже будет Под видео На этом Мы Заканчиваем Наше соревнование Всем здоровья Удачи До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok